Я позволю себе не согласиться по поводу того, что очень много сделано. К сожалению, мне кажется, что сделано не очень много. Если мы говорим про армию, да, действительно, сегодня у нас достаточно боеспособная армия, но давайте будем честными. В первую очередь это достижение украинского народа и нашей армии, и во вторую уже очередь украинского правительства, что прошлого, что действующего. Давайте вспомним, как собиралось финансирование. Давайте армию мы залишим за душками, потому что это святые. Давайте про другие. С армией, слава Богу, слава Богу, что... Сегодня борьба с коррупцией, которая сегодня, к сожалению, очень слабая. Мы сегодня обсуждали газовые темы, на которых зарабатываются колоссальные деньги. Зарабатывались, зарабатываются и, думаю, будут зарабатываться. Но никаких реальных уголовных дел, реальных расследований и реальных приговоров нет. И в ближайшее время тоже не будет. Я буду так динамичнейше, або часу меньше. Паша, что до пана Онищенко и его соратники, вот эти... Давайте, криминальные, криминальные справы, это не реформи. Давайте сказать... Борьба с коррупцией, это реформа? Нет, борьба с коррупцией, это реформа, так. В этом направлении сделано... Но, дивитесь, с моей точки зрения, борьба с коррупцией, это не только посадки, как то кажут, а створение таких умов, которые приводят до того, что коррупция стает неможливой. И когда у вас в стране одна цена на газ, то пан Онищенко уже не может купить по 1000 гривен и продавать по 8. Поэтому, с моей точки зрения, это еще больше важливая реформа, что до борьбы с коррупцией, чем посадка конкретного человека одного обоих. Здесь у нас и население не может платить уже такую цену. Это тогда другая сторона царифа. Это все взаимосвязано, к сожалению. Это держава должна найти деньги, для того, чтобы надать деньги тем, кто не может сплачивать такую цену. Что тоже выступает коррупционной схемой. Любое субсидирование, это коррупционная схема. Давайте, субсидирование, это единственная возможность решить это вопрос. Потому что большая часть народа, субсидирование получает больше, чем 35% людей, домогосподарств. И они не могут сплачивать, они получают деньги. Проблема в том, что они деньги не получают, нужно еще монетизировать субсидирование, и это будет еще хорошо. И про это идется, сейчас это будет сделано. Проблема же не только в том, чтобы дать деньги и заплатить за них. Треба, чтобы привести до того, чтобы мы стали заощаджувати энергию. Треба, чтобы мы стали працювати над энергосбережением. Бо наразі ситуация такая. Украина, когда Каха Бендукит зарисовала схему, в которой было видно, что количество гигакалорий на 1 доллар ВВП в Украине, другая в свете после Туркменистана. Туркменистан может про это не думать. Туркменистан может просто воздух выбрасывать. А мы други. И если бы у нас было співвідношение, так как, например, у Польши, которое в три раза ниже к количестве гигакалорий на 1 доллар ВВП, если бы у нас было так, то нам бы хватило даже 20, и мы бы еще продукували. А мы опаливаем до 25, и при этом векна открываем, и так далее. Треба сделать такие условия, чтобы люди, предприятия и все другие начали защищать энергию. И для того, пока будет 1000 гривен за газ, никто не будет защищать. Пока электронерия будет 3 копейки, никто не будет защищать. Я сейчас говорил о другом, о том, что субсидирование... У нас сегодня Розенко не может назвать количество домохозяйств, которые получают эту субсидию. И величинно назвав всю цифру... Цифра постоянно меняется. Постоянно у нас меняется. Если бы это было монетизировано, это раз. Второй момент. У нас нет системности, у нас нет системного подхода к этому. Мы выбрасываем эти деньги, не понимая, что куда они... Паново, у нас есть глядач. Прошу, пожалуйста. Ну, тут бы подскутываться. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, о чем вы говорите? Запитание не в бровь, как кажут, а в око. Так, скажите, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, какую ценность вы предоставляете Европе? И какие вы ждете от нее блага? Безвизовый режим? Вы ее получите, но только через 10 лет. Через 10 лет. Вы отказались от славянства, от славянского языка. Вы хрюкаете на полуславянство. Дякую, пожалуйста, шановные. Давайте так. Так, вы что-то уже закрутили, так, что, знаете, смешали, как говорят, в кучу коней и людей. Давайте так. Так, мы тут говорим про, ну, вы просто дивитесь передачу спочатку, где все вам будет зрозуміло. Что же мы будем переповедать 40 минут. Прокоментуйте, будь ласка. Про что мы тут говорим взагалі? Про какие блага от Европы мы тут говорим? Да не треба нам благ. Мы идемо в чіткому напрямку. Мы знаем прекрасно, что там лучше. Кто был в Европе, бачил. Яка там социальная защищенность. Там действуют законы. Так. Чего, к сожалению, сегодня пока еще нет. И ответственность. Однаково для всех. Абсолютно верно. Вот до этого мы, в принципе, и прагнемо. Теперь по поводу старославянского любого другого языка, на котором мы разговариваем. Я, допустим, на эфирах я принципиально использую русский язык. У меня ни разу не было проблем ни с одним ведущим, ни с одним гостем, ни с кем-либо другим. А я не пойму, а почему тут язык? Да, вот я тут тоже не понял. Поэтому я думаю, что мы абсолютно друг друга понимаем. И этот вопрос уже давно выведен за скол. Я разговариваю и вважаю, что украинская мова такая же славянская мова, как любая другая, и даже более славянская, чем та, про которую, мабуть, казал наш коллега. Я хотел бы нашему глядачуру отреагувати, шановные. Тут, знаете, останні 10-15 лет на мовном вопросе такие вещи, да, крутили наши деякие политики. Поэтому давайте, вы уже меня вибачьте, да, я возьму уже на себе сміливість. Але от поки я маю честь вести цю передачу, мовного вопроса в цей передаче не будет. Розумієте? Гість думает російською мовою, может висловлювать свою думку російською мовою, нехай він висловлює російською мовою. Мы побачимем и мы відчуемо, насколько он патріот своей державы, своей страны. А те, что можем и французькою зараз продовжить цю передачу, то сколько людей, где людина мов знает, стільки вона разів людина. Розумієте? Давайте не прикручувати мовное питание, когда оно уже абсолютно втратило свою актуальность. Мы все один одного прекрасно розуміємо. И російською, и украинською, и таке інше. Вот давайте... Что до Европы, мабуть, чтобы люди мне краще зрозумели. Смотрите, проблема же не в том, что мы чего-то хотим от Европы. Мы хотим безвизового режима, но это же не проблема, что мы там благодаря безвизовому режиму тут же станем европейцами. Мы просто хотим безвизовый режим, как некий сигнал о том, что к нам действительно относятся по-партнерски. И не более того. И получим мы его не через 10 лет, а получим мы его в этом году. Несмотря на результаты этого референдума. Многие говорят... Ну, с большой вероятностью. А, ожидание, да. С большой вероятностью мы его получим в этом году. А на самом деле проблема заключается в том, какие мы. И вот, как только мы люди, как только мы относимся к другим людям по-людски, мы становимся европейцами. Так и славянами. Не важно. Мы становимся просто нормальными людьми. Людьми. Мы просто становимся людьми. Вне зависимости от того, на каком языке або якою мовою мы спілкуем. Все так. Дуже мало часу в нас залишається. Я, панове, не могу обойти еще тему Донбасу, мінских встречей. Что сказал президент Украины на эту тему, давайте послушаемо. И далее вы прокоментуете. Прошу, пожалуйста. Мы наголошуемо на том, что Украина отдана мінским домовленостям. Украина имплементует и выполняет чутко все взятые на себя обязанности. И в этом случае продолжение санкций напрямую связано с процессом деокупровки. Виведение российских войск из нашей территории. Препинение поставки оружия, боеприпасов, техники. Препинение безопасного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию, включая неконтрольованную ділянку Украины-Російського кордону. Препинение освещения. Препинение освещения. Препинение политического процесса. Препинение освещения. Препинение освещения. Препинение освещения. Препинение освещения. Препинение освещения. Препинение освещения. и вопрос о гарантии выполнения взятия на себя обязанности о Минском процессе. Пан Дмитрий, у нас было меньше 2 минуты. Сегодня была заявка, довольно так и засоби массовой информации начали торожить. Вице-премьер-министр, висловився пан Зубко, что цена отбудования Донбасса 15 млрд долларов. Все впирается в то, что... Воно то так и правильно президент говорит, но потом придется вкладывать. Но это наша страна, и мы должны вкладывать. Другой вопрос, что я не совсем понимаю, откуда взяти эти цифры. Мы не можем просчитать объем разрушений на не контролируемой нам территории. Давайте будем честны, пока это тоже популизм. Мабуть, это оттеночная какая-то вещь. Я не слышал, что говорил Геннадий Григорьевич с этого привода, но это понятно, что эта цифра, мабуть, недостатная. Недостатная, с моей точки зрения. Но давайте, что сказал президент. Он, с моей точки зрения, чётко наголосил. Во-первых, безопасные вопросы, во-вторых, политические вопросы. То есть, любые выборы на Донбассе должны быть только в том случае, когда там перестали стрелять, когда там сдали оружие, когда там стоят палатки правого сектора, свободы и других украинских партей. И спокийно, они там спокийно голосуют за себя. Когда там все дельничные комиссии территориальные, которые созданы украинского ЦВК за украинским законом. Когда там есть... И ровно представлены там представители всех полиции. Там ОБСЄ, все-все. А там за кого проголосують? За того проголосують. За кого проголосують, так. Чи так буде? Не дуже я впевнений, що так буде. Але наша позиція саме така. Зрозуміло. Панове, дякую вам за участь в нашій передачі. Григорій Шверк, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок» Петра Порошенка та Дмитро Разумков, керуючий партнер української політконсалтингової групи, були гостями нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз пауза, потім випуск новин. Після нього ми повертаємося і підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.